Утро второго дня в Петербурге. Наш план на сегодня грандиозный. Потому что мы съезжаем с нашей комнатушки, которую мы на одну ночь взяли. И сегодня мы очень надеемся, что какие-то будут продвижения в поиске офиса. Просидели вчера весь вечер, все сегодняшнее утро, чтобы что-то подобрать. Парочку каких-то вариантов есть, но везде свои компромиссы. Поэтому сегодня постараемся покататься, вживую посмотреть, если что-то нам удастся договориться с людьми. И уже по месту думать, присматриваться и надеяться на исключительно лучшее. Настрой у нас с Ванькой боевой. В чем смысла? В словах где-то посередине буквы выделять. Сейчас скажите, пожалуйста, кто знает, сколько оральной книги, исторических книг, ну и вообще в словах. Мне сказали в комментариях, написали, что это вообще секта какая-то была. Да я в этом даже не сомневаюсь, потому что я уже свою квартиру доложил туда. Ну что, все прекрасного всем дня, друзья. Надеюсь, вам чего-нибудь интересного я сегодня покажу. Друзья, ну что, наш первый адрес, который мы посещаем в городе Питере, находится по адресу 50... Господи, лейте Белгородской области 12В, это город Белгород, а это... Донецкий проспект 50В, я тебя облегчу жизнь. Спасибо большое. Место очень антуражное, вы можете посмотреть, вот такие пейзажи. Это галерея, торговый центр огромный, это московский вокзал. То есть, по сути, мы находимся в центре города, тут Донецкого проспекта, тоже пешочком можно дотопать. И место, честно сказать, мне еще не привычно, но Питер, я так понимаю, весь такой. То есть, здесь, чем это помещение хорошо? У него отдельный вход, мне такие моменты нравятся, забитое одно окошечко, вот, жалюзи и забитая дверь. Внутри 85 квадратов, которые вы видите сейчас плюс-минус на своих фотографиях, на наших фотографиях, которые вы сейчас видите. Но, да, честно сказать, одно дело, когда ты смотришь по фото, другое дело, когда ты заходишь внутрь, конечно, первое впечатление полностью помещение пропахло кальяном. То есть, там проводились какие-то торжества, ребята отдыхали, собрания, в общем, ну вот, то есть, можно снять и сейчас, да, то же самое. Честно скажу, что да, обстановочка там такая, то есть, знаете, как эксплуатация помещения на максимум, сюда ничего не вкладываешь, максимум эксплуатируешь. То есть, там заходишь, тебе ноги пролюпают просто, со стен свисает что-то, липкое, вот, и в целом такая обстановочка, ну я скажу прямо, вот, даже несмотря на то, что я, в принципе, очень много путешествую а-ля бомж-стайл такой, да, даже мне там некомфортно, господа, то есть, это чисто... Слабое освещение, и, конечно, то есть, там, чтобы... Если вы героин и наркоман, я думаю, вам понравится, но в остальных случаях я не знаю, что должно произойти, чтобы оно это вошло. Своеобразная атмосфера, и явно не дотягивает до 85 квадратов, на наш взгляд. По справедливости ради, хочу сказать, что сегодня холодно, и, возможно, вот сегодня 5 квадратов, по ощущениям, 40 ставят. Плюс-минус, да. Поэтому сам формат, вот, примерно, если мы так скажем, нам очень нравится, то есть, когда отдельный вход, когда ты ни от кого не зависишь, 24 на 7 доступ у тебя, но в это помещение, чтобы его привести в состояние, нужно вложиться очень хорошо. Вызвать экзерцистов, вот, и пожарных, чтобы там пеной все залили, вот, возможно, тогда реально все находит. Так что, пока что этот вариант, он есть, но, наверное, не то, это не идеально, абсолютно. Там можно ремонтировать компьютеры и ноутбуки, но это будет, я так скажу, клиенты могут сразу не оценить. Ну, вот, там, вот, райончик, где мы находим, вот, прекрасно, то есть, здесь много помещений разных, вот, разнообразных. Чего тут только нет, господа, просто, от дорог концертов до столовых, до текстильных каких-то производств, мотоклубы, ремонт. Ну, да, кстати, пройдемся, посмотрим. Вот, например, слева у нас музыкальная школа, вы можете слышать, что у нас идет. Справа, кстати, 17.03, я думаю, в определенных кругах популярное местечко, пошумим. Вот, для Ваньки тут, конечно же, сразу мотоциклы на полную катушку. Маленький код, интересное граффити. Расскажи, Вань. Интересное граффити, что ты рассказал. В целом, вот, место само по себе креативное, здесь, так сказать, вот сейчас город уже засыпает, просыпается мафия, и видно, что, знаешь, как место не вымирает, вот, меняется просто сфера, так скажем, в обслуживании. То есть, сейчас вот уже барчики начинают стягиваться, народ, молодежи очень много. Вот, в целом, место крутое. Другое дело, что с помещениями это еще не понятно. Ну, да, ремонт телефонов есть, кстати, неестественно, работает он, не работает. Если вы не работаете и смотрите нас, сообщите нам, мы снимем с удовольствием это помещение. Оно очень прекрасно здесь смотрит. Так что мы сейчас еще по одному адресу съездим и, скорее всего, вернемся сюда, прогуляемся, посмотрим, какие реальные моменты есть. Потому что, в целом, учитывая то, что, ну, это центр Петербурга, как ни крути, место интересное. И здесь можно бросить машину, здесь в шаговой доступности метро и транспортные развязки, которые, возможно, людям будут удобны. Это невозможно стопудов, то есть, Лиговский проспект идет обездной, сразу же до центра, то есть, откуда бы вы ни ехали, вы по-любому проезжаете это место. Вот, три станции метро, два вокзала, не считая автобусных остановок, что касается транспортной доступности, блин, лучше не придумаешь. Мы да, сидим смотрим, но, чтобы такое место еще попалось, Фики его знает. Но здесь, сразу скажем, не совсем под наш бюджетик так аренда. Ну, опять, то под наш бюджетик, там тысяча рублей за квадрат, то помещение, которое мы первое смотрели. А остальные, вот, сейчас мы покажем, чуть-чуть подороже. Центральная такая въездная улица, от 40 квадратов есть. Смотрится достаточно миленько, аккуратно. Они с отдельным входом, то есть, сейчас мы, допустим, пройдем, ну, вот куда-нибудь. Вот такой отдельный вход у помещения есть, окошки, то есть, достаточно все симпатично. Вот, аренда тоже сдается. Но, единственный момент, что квадрат тут 1700 рублей стоит. Мы позвонили, выяснили, то, что... Чем ближе к выходу, тем дороже. Ну, возможно. Ну, опять же, я думаю, это все можно отговаривать, договариваться. Но плохие новости, то, что с кем договариваться выйдет на рвот только с понедельника. Да, да. Так что сегодня мы, к сожалению, другие помещения здесь посмотреть не сможем. Только на понедельник все переносится. Но нам с Ванькой приглянулось место. Напишите, пожалуйста, в комментариях вообще, что вы думаете про Лиговский 50. Потому что для нас это местечко новенькое и достаточно антуражно интересное. Мы не понимаем до конца, насколько оно безопасно. Да оно офигенно безопасно. Вот именно для меня точнее. А если для меня, значит, и для вас, соответственно. Ну, все, хорошо. Так, следующий офис, который мы смотрим, это у нас 7-я Краснодарская улица, 17. Два окошка, вход. Достаточно свободная такая просторная улица. Не загруженная. Ну, опять же, сегодня суббота, неизвестно. Есть где машинку вроде как поставить. И такая вот, народец гуляет. Давайте же пройдем туда, посмотрим, что там внутри. Получается, здесь слева вправо одинаково, да, по расстоянию. Вход. А там дверь была тоже, да, проходная какая-то? Неизвестно. Нет, нет. Там же самое, тут дальше. Ага. Ниша. Ниша. Ну, получается, здесь сколько? В этом квадратике. Ну, помещение 60. Это тут, ну, до 30. Такой вот сюда проходим. И здесь, получается, еще одно помещение. И выход один на улицу есть, да? Посмотрел. Ниша. Выход приедет. Дальше не будет. Там можно выйти, да? Это просто выход, получается, во двор. Само по себе. А сколько здесь киловатт? 18. 18 киловатт. Это вот то, что ты сказал, да, Вань? Оно затапливало? Или затапливает? Неизвестно. Нет, это раз. Разовый к этому моменту. Разовый к этому моменту, да. То есть, есть вот такие вот нюансики. Да, хорошо затапливало. Подтопило сильно достаточно. И у нас, получается, санузел и небольшая кладовая. Существует 60 квадратиков. Включение похоже на 2. Ну, вот размер нормальный, кстати, если мы продвигаем. По-моему, он даже смотрится больше, чем те 85, потому что мы смотрели. Тут хотя бы, да, похоже на 60. Ну, логично. Мы сейчас были просто, смотрели, 85 квадрат, но меньше, чем это. Причем, прям конкретно чувствуется, что меньше. Думаю, как оно такое возможно. Если вот мы сейчас посмотрели помещение, какие мысли. В самом деле, помещение неплохое по размерам, по компоновке. Но сырость и то, что там протекало, конечно, это такое все. Ну, видимо, протекало либо не так давно, либо нам где-то врут. Потому что запах сырости стоит, а топится оно хорошо. То есть, ее видно не проветривали, она долго ставилась, так коптилась. Подслаивалась почти вся краска. То есть, там нужно штукатурить, нужно наводить порядок. Вот, в целом, вот, приятно. Улица хорошая. Вот, улица хорошая. Планировочка хорошая. Да, улица спокойная, планировка хорошая. Да и дом такой себе аккуратный, более-менее симпатичный. Планировочка классная. Но это, я так тебе скажу, даже на вскидку, пару сотен тысяч, если привести в нормальное состояние, просто... Ну, опять же, так как у вас есть это мастер с руками, можно это сделать за пару десятков тысяч. Но, другое дело, что это самое нужно заниматься, это время. Вот, ну, само помещение интересное. Да, ладно. Мы сейчас решили с вами, наверное, вернемся в Лиговске. Опять, там много еще есть помещений, поэтому позвоним, посмотрим, полазим. Потому что там нам райончик приглянулся, с точки зрения своей логистики, бизнесов, которые там уже есть. И, соответственно, там можно что-то такое более интересное найти. Возвращаемся. Да, вот так эти пейзажи тут смотрятся и выглядят. Вот мне, допустим, нравится вот с такой вот с тыльной стороны, если смотреть вот такой входик, очень выглядит симпатично. Вы и скоро янжевую сюда повесьте, и сочетаться будет идеально. Ну, уже какой-то бар тут находится, и, соответственно, пока не до нас. Это единственный парень, который я уже ненавижу. Да. 5 часов 50 минут, 1 октября. Заканчиваем это видео. Мы сегодня посмотрели несколько помещений, и посмотрели помещение, которое было залито. 60 квадратов за, примерно, 60 тысяч рублей. И, честно сказать, я так понимаю, походив по центру, огромное количество помещений похожих. То есть в них нужно вкладывать не только деньги, но и большое мастерство, чтобы довести их до какого-то идеала. И, опять же, подозрение о том, что еще будут заливать, не очень. Приглянулся нам Лиговский проспект. Здесь, я бы сказал, это мини-городок, своеобразный, но относительно уютный. Если туда джинсы, мне кажется, место бы неплохое во всех смыслах слова. Потому что, я еще раз, критерии, какие мы ищем с точки зрения офиса, это прежде всего, чтобы было удобно клиентам добираться. Клиентам добираются либо машина, здесь парковок просто тьма тьмуще, паркусик, проблем не будет, а бесплатных здесь не будет проблем с парковкой 100%. Метро, 5-10 минут до метро. Вокзалы тоже при желании. Что еще тут, в принципе, нужно? Да, в принципе, больше ничего не нужно. Важные моменты, здесь есть деки, всякие доставки, которые очень быстро можно организовать. И есть какой-то потенциал, допустим, если ты снимаешь небольшое сначала помещение, тут очень много разных, ну, то есть можно побольше расширяться. То есть здесь постоянно, не переезжая никуда, можно расти в каких-то, скажем, масштабах, если все-таки будет что-то получаться. То есть очень интересно узнать ваше мнение именно по Лиговскому 50, потому что здесь потенциал чувствуется. И просто пройдясь тут, посмотрев, мы понимаем, что тут много креативных ребят, креативных идей, которые они делают. И вдруг нам тут место. Пока еще неизвестно, ждем понедельника и посмотрим, что из всего этого получится. Но, скажем, одну зону, вот именно прям зону мы разблокировали, и она нам по душе зашлась. Другой момент, то, что вот скажете вы, потому что многие пишут, спальные районы нужно в Мурино куда-то ехать. Нам, честно сказать бы, в Мурино не очень хотелось. Хотелось именно, если в Петербурге, то где-то в центре, чтобы, ну, знаешь, какая-то была... Когда у тебя филиал Преховоспоба открыл в Мурино, это звучит как-то, знаешь, странновато. Ну да, вот. Хотелось бы все-таки именно в Питере, в его центральной части, а это непосредственно как раз-таки и есть. Поэтому все. Спасибо, что посмотрели, друзья. Черканите в комментариях, какие нам районы в Питере стоит посмотреть еще. Опять же, спальные здорово, но вряд ли мы будем рассматривать, все-таки хочется. А, кстати, да, если... Меня, наверное, слышно, да? Если петербуржцы могут подсказать нам а-ля что-нибудь такого тоже пространства, вот типа Лиговской 50... Да, типа Лиговской 50, оно нам нравится. Вот такие вот моменты, они прям душевные. Тут столовая, кстати, есть. Тут все есть. Покушали, то есть все. Тут даже стволы продают. Так что... Очень бы в этом плане было здорово еще около 5 раз посмотреть. Так что мы в любом случае до понедельника не определяемся. До понедельника у нас еще несколько назначено встреч по офисам. А потом уже будем собрать, потому что долго тоже рассидываться ни в коем случае нельзя. Здесь нужно быстро принимать решения и дальше действовать. Поэтому, друзья, увидимся уже непосредственно завтра, когда у нас будет очередной и воскресный день, где мы что-нибудь с вами попробуем поискать. Пока-пока.